Здравствуйте, уважаемые зрители! Уважаемые зрители, сегодня мы с вами встречаемся по новой теме в новой студии, Зиновьевской студии. Состав привычный это Дмитрий Генч Муза, доктор философских наук, профессор и лидер сообщества Новороссия Павел Юрьевич Гобарев и я ведущий Бухтеев Николай Иванович. Вопрос непростой, что такое идеология. Ответы люди дают разные. И мы обращаемся к вам не просто с информацией, но и стремимся к тому, чтобы каждый из вас, который слушает нас и который видит нас, стремился понять, о чем же идет речь. На этом наставил всегда Александр Александрович Зиновьев, один из величайших мыслителей нашей современности. Важность этой темы обусловлена тем, что идеология, она организует всю общественную жизнь, контролирует все аспекты нашего бытия. Она формирует не просто идеологическое поле, а идеологическую клетку, из которой ни один из нас выбраться не может. И вот понять, что это такое, цель и задача нашей сегодняшней передачи. Я обращаюсь по традиции к Дмитрию Евгеньевичу Музе на вопрос, что такое идеология. Скажем, ваше мнение, ваша позиция и ваша позиция, что такое идеология. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Говоря об идеологии, мы должны вспомнить несколько моментов. Где ее искать, эту знакомую и незнакомку? Ну, во-первых, для ученых Мужей это, конечно, всевозможные энциклопедии, справочники и словари, где даны те или иные определения идеологии. Причем от эпохи к эпохе, скажем, содержание этих определений, смысл этих определений может меняться. Скажем, советские словари и нынешние словари, они диаметральным образом могут разниться. Второй момент. Идеологию нужно искать в особых статьях Конституции государств, которые занимаются государственным строительством, имеют определенные стратегические цели, задачи и так далее. Если же мы говорим о позиции Александра Александровича Зиновьева, то в его концепции логической социологии термин идеология, термин идеосфера, термин клетка идеологическая или идеологическое поле встречаются достаточно часто. При этом Зиновьев следует, на мой взгляд, в русле той просвещенческой, а затем и марксистской традиции в понимании того, что она есть. При этом добавляет очень важный аспект, структурный аспект и добавляет ряд функций, которые присущи идеологии и которые она реализовывала соответствующим образом в коммунистическом, то есть в советском обществе и в западном обществе. Игорь Евгеньевич, о функциях мы чуть позже. Вы скажете, что собой представляет идеология, чтобы каждому зрителю было понятно? Да, система принципов, установок, целей, которая обеспечивает жизнь общества, во-первых, обеспечивает его единство, во-вторых, занимается, так сказать, апологетикой, то есть защитой общества от внешнего социального окружения, в том числе за счет продуцирования образов других обществ. Ну и самое, пожалуй, важное, идеология вырабатывает некий идеал, образец социального развития, причем адаптируя его до самых нижних этажей социальной конструкции, до конкретного индивида. Хорошо, хорошо. Это позиция ученого. Позиция политика. Пожалуйста, Игорь Евгеньевич. Я начну с того, что скажу, что к прошлой нашей передаче поступил один интересный комментарий, который звучит так, что содержание нашей прошлой передачи нерелевантно для 90% жителей Донбасса, и поэтому мы должны общаться на тему экономики. Безусловно, на тему экономики мы будем общаться, но я хочу сказать, что мы, я подразумеваю, не нас, а элиты Юго-Востока проиграли битву на Майдане людям, у которых была идеология, у них ее не было. И в первый, и во второй раз. Поэтому, когда они на Майдане провозгласили, мы, украинцы, народ с тысячелетней историей, европейский народ, мы, украинцы, тысячу лет боремся с москалями за нашу независимость, наш дом Европа, и мы попадем в Европу обязательно, и только там, в Европе, мы заживем счастливо и благополучно. Ну, отбросим, критиковать это можно, но факт остается фактом. Когда они это озвучили, народ, ну, скажем, половина народа Украины, они пошли за этими лозунгами и активно. Люди вышли на улицу, и, ну, будем говорить, для Януковича и его команды, которые, в общем-то, никогда вопросами идеологии не занимались, и даже когда в партии регионов открыли идеологические, попытались идеологическую группу создать, они один из деятелей партии регионов влиятельных, он сказал, что нахрен вам наша, нахрен нам ваша идеология, мы и так все скупим, всех скупим, скупили. И поэтому идеологии должно быть пронизано все, экономика это подчиненная сфера, именно поэтому олигархи, которые владели всей промышленностью и владеют до сих пор Юго-Востока, которым не было выгодно идти в Европу, ну, в основной своей массе, было выгодно, там, может быть, единицам, да, там, трем-пяти персоналиям, то, тем не менее, Янукович все равно подписал, потому что вся гуманитарная сфера, вся гуманитарная сфера, куда они не хотели лезть, не желали лезть, не желали ей заниматься, она, конечно, ее выбили, в общем, и с помощью этой гуманитарной сферы настолько выбили партию регионов из существующей реальности политической, что события на Майдане, они стали для Януковича и его команды, как вторжение инопланетян, они совершенно не знали, что делать. И даже если бы, как многие говорят, что надо было его разогнать, это от Майдана, нужно было их там всех побить, пересадить, это бы ничего не поменяло, потому что никто не предоставлял альтернативных смыслов. Теперь, что такое идеология? Идеология – это как раз то, что должно объединять людей вокруг неких принципов, идей и контекстов. То есть это такой знаменатель под сознанием каждого индивидуума, что мы одинаково понимаем события, первое, второе и третье интерпретируем одинаково. Исходя из этой интерпретации, мы можем выстраивать линию поведения, единую для всех. Смотрим, что у нас получилось. У нас получилось, идеологии не было, и каждый сам по себе, каждый в свою дудку начинает дудеть. Даже события русской весны можно вспомнить, когда одни одно говорили, другие другое, третьих олигархи купили, четвертых, то есть единства не было. Поскольку не было объединяющей идеологии. По сути, мы объединились вокруг такого смысла, который глубоко в наших сердцах он был – это «Донбасс – это Россия». И это первый наш идеологический постулок. «Донбасс – это Россия». Более того, как на плакате одном написано, «Донбасс – это сердце России». И это первое. И второй посыл идеологии, конечно, оно пронизывает все, и экономику в том числе. Экономика тоже, все народное хозяйство, политика, все должно быть идеологизировано. То есть каким интересом? Вернее, не должно быть, оно всегда идеологизировано. Всегда. Даже мы жили в прошлой реальности, общество тоже было идеологизировано. Но идеология была – зарабатывай, дели, грабь государство, отбирай бизнес у соседа. И все мы знаем, насколько, как делался бизнес на Донбассе, что это бизнес, построенный на крови. И всем уважаемый Ренат Ахметов, он именно творец своей бизнес-империи именно такими методами. О какой идеологии там вообще мы, и что, мы о чем должны говорить? Понятно, мы об экономике поговорим в текстологии Зиновьева, это все есть, свяжем. Но мы начнем с самого главного, а самое главное – это идеология, которую нужно выработать, которую нужно, она должна быть иной, и, в общем-то, она должна, по нашему мнению, как политиков, она должна звучать следующим. Это резонирует очень серьезно с Зиновьевскими текстами, что когда мы говорим об идеологии, мы прежде всего говорим о нескольких аспектах. Первое – это вопрос власти, кому принадлежит власть или кому должна принадлежать власть, в интересах кого она должна осуществляться. И второе – это вопросы собственности на средства производства. В чьих они руках, кому они служат, куда идет прибавочный продукт и так далее. Мы говорим, что во власти нужно вовлечь в управление как можно большее количество людей. И тут мы апеллируем к идеологам прямой демократии, именно мы, как политическая сила. И второе – собственность. Также нужно рассредоточить в максимальном количестве. То есть она должна достаться тем, мы исходим из принципов суверенитета труда, то есть труд создает все материальные активы, они создаются трудом, физическим, интеллектуальным, организационными способностями и так далее, предприимчивостью. Поэтому максимально распределить справедливо между всеми участниками в этой созидательной деятельности. Хорошо, Павел Иванович. Значит, вот наш горький опыт показывает, наш горький опыт, опыт Донбасса, в целом развития Украины, показывает важность и значимость идеологии. Когда масса людей, что мы можем предложить людям, конкретному человеку и массам людей, с каким сознанием он будет жить, работать, действовать. Вот этот момент мы как бы зафиксировали, да? Посмотрим дальше. Какова структура идеологии, возникновение идеологии? Пожалуйста, как вы думаете, считаете? Ну, на мой взгляд, и я здесь обращаюсь к работам Зиновьева, на Западе идеология формировалась заблаговременно. Значит, она корнями уходит в эпоху Возрождения, и там целый ряд мыслителей, политиков, военачальников и так далее. То есть это изобретение искусственной людей? По сути дела, да, поскольку социальный организм должен быть устойчивым, прозрачным, прогнозируемым в своих... И единым, цельным организмам. Тотальным, да. Но, однако, Зиновьев абсолютно верно фиксирует следующее обстоятельство, что на Западе мы имеем дело с моделью плюралистической идеологии, когда их множество концепций, учений, идеалов и так далее, и тому подобное, они могут в чем-то себе противоречить, но они составляют вот это самое поле. Но они находятся на шампуре определенном. Они разные, но это... Вместе с тем, деловой аспект является важнейшим. И вот распад союза... Экономика. Да, да. По сути дела, экономика как идеология. Или же техника как идеология. Еще один очень интересный лозунг, который когда-то озвучил немецкий философ Юрген Хабермос. О том, что техника может... Современная, вычислительная техника, оргтехника, так сказать, да, новые нано, био и так далее технологии, их конвергенция могут обеспечивать некий рывок вперед. Что касается коммунистической идеологии, то, конечно же, она была тотальной. Она формировала такую клетку, которая подчиняла себе все общество. При этом, согласно Зиновьеву, она формировалась с чистого листа. Если на Западе был длительный период борьбы между, скажем, классическим либерализмом, позитивизмом, который делал ставку на промышленное общество, затем возникает марксизм... Дмитрий Евгеньевич, минуточку. А вы вспомните, пожалуйста, где возник марксизм? У нас или у них на Западе? Ну вот, а вы говорите, значит, принесся он сюда... Нет, он пришел на нашу почву, но нужно не забывать, что русская социал-демократия, народничество, предшествовали споры западников и славянофилов, предшествовали выработке вот этой самой идеологии советского общества. Ну, вы хотите сказать, идеи народничества, что ли? Или о чем? В какой-то мере они были адсорбированы, они были взяты и использованы в том числе в том спектре партий дореволюционных, которые были и побеждают, как мы знаем с вами, не большевики на учредительном собрании, однако потом большевики берут власть и... За счет организации. Да, но я хотел вот еще о чем, два слова буквально. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь говорилось о том, что 90-е, лихие 90-е, это страшные годы. Эти годы прошли под лозунгом де-идеологизации. То есть, шестая статья Конституции СССР, началось тотальное, так сказать, отчуждение партбилетов, сожжение там коротечем и всеми остальными, да, публичное. Что взамен? Взамен это вот идеология этого эго. Обогащайся. Что не запрещено, то разрешено. И пошло-поехало. Но правда, смотрите, что получилось в итоге. Люди обогатились. И как вы говорите... Некоторые, не все. Некоторые, да. Некоторое множество. Некоторое множество. Ну, а те, кто шли за ними, они поглядывали, у кого что, так сказать, и как, и прочее, прочее. И богатые стали некой референтной группой. Но богатые поняли, что вот социальная стратификация, которая возникает, она должна быть управляемой. Поэтому старый древнеримский лозунг «хлеба и зрелищ», на мой взгляд, как идеологический лозунг. Неважно, это футбол, майданс или что-либо еще. Это все было. То есть мысли очень просты, надеюсь, да? То есть это искусственное изобретение, чтобы организовать людей. Массы. Да, и внести, внедрить в сознание масс определенные мысли. Ну, Марксов тезис, идея становится материальной силой, овладевает сознание масс. Это несколько другой, так сказать, аспект. А как на эту проблему смотрит политика, политики, проблема существования? Структуры идеологии? Да. Ну, я об этом уже сказал. И так, да, я не спорю. Идеология должна отвечать на ряд вопросов. Вот, пожалуйста. Первый вопрос, это вопрос о власти. Так. Второй вопрос, это вопрос о собственности. Так. И остальные, это уже более... И чтобы эта идеология была понятна масса. О ценностях она должна говорить, аксиологические, то есть ценностные ориентации она должна давать. Это три кита, скажем так, три кита любой идеологии. Это ценности, ценностные принципы, ценностная матрица, власть, как она устроена, кто ее суверен и, в общем-то, собственность, кому она принадлежит и как детерминируется экономика. Кто определяет вообще экономику, в чьих руках средства производства и насколько эта система экономическая, она способна к воспроизводству, к расширению, к увеличению материальной базы. Ну, то есть, к репродукции самой себя. Вы хотите сказать, что идеология есть неотъемлемое, острейшее средство организации масс? Конечно, это первейшее средство организации масс. А почему оно является первейшим? Как вы считаете? Когда мы на лекции по логической социологии, которую вы нам преподаете, спасибо вам большое, обсуждали этот вопрос, вы вспомните, какой живой интерес вызвало именно... ...на эта тема. То есть, что если не будь идеологии, которая, в общем-то, опирается и на глубинные, скажем так, стереотипы народные, которые формировались в поколении, в сознании людей, в генах людей... Совершенно верно. ...то это было бы атомизированное стадо обезьян, которые бы бегали, искали себе пищу и грызли бы друг другу глотки без идеологии. Вот этот момент, Павел Ильич, спасибо. Вот этот момент, он имеет как бы две стороны. Когда, вот, Дмитрий Евгеньевич, вы говорили о том, что в Советском Союзе была тотальная идеология коммунистическая, она держала все общество, почти 300 миллионов человек. Да. И вот один момент, я хотел бы обратить внимание наших телезрителей, вот на какой момент. И как только позиции марксизма стали ослабевать в силу целого ряда причин, Зиновь это подчеркивает, советское общество начало распадаться... Атомизироваться. 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 И ослабляться. Это послужило одной из причин развала Советского Союза. Вот этот момент... Фундаментальная причина. Да, фундаментальная причина в этом плане. И обратите внимание, я считаю, что вот в Конституции сегодняшней России нет такой статьи, которая... Ельцинская Конституция. Да, да, Ельцинская так называемая Конституция. И это, что превращает эту страну? Она превращает эту страну, страна без идеологии, государство без идеологии. Это пикник на обочине истории. Вот. И мне думается, если мы хотим построить новое общество, новую землю, Новороссию, как общество, как государство, ведущим и направляющим, должна быть организующая нас идея. Это чрезвычайно важно. Цементирующая. Да, вот этот момент мы зафиксировали. Двигаемся тогда дальше. Скажите, пожалуйста, вот взгляд, на ваш взгляд, кто является субъектом, объектом идеологии? Каковы критерии эффективности идеологии? И каковы признаки идеологии применительно к тому или иному социальному типу устройства, да, организации? Пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич. Субъектом, без сомнения, являются идеологи. То есть, некая группа или класс профессионалов, занимающихся продуцированием этих самых смыслов. Производством, изобретением и внедрением. И внедрением в ткани общества. Ну, прежде всего, да, так сказать, апеллирование к сознанию больших масс людей. Объект, естественно, все общество как таковое. Причем взятое как в полувозрастном, так сказать, да, аспекте, так и в профессиональном и, собственно, коммунальном аспекте. Ну, прежде всего, статусно, наверное, очевидно. Ну, и статусно, да. Далее, если говорить о критериях, то здесь есть очень серьезные проблемы, связанные с тем, что идеология тесным образом переплетена и с научно-техническим прогрессом, и со сферой экономики, с властной сферой, с культурой и так далее. И они должны быть релевантны, как здесь говорил наш, так сказать, коллега, соотносимый. Хотите пояснить это слово релевантно? Потому что говорят, да, так сказать, эксплуатируют это слово. И вот я хочу привести в качестве примера иллюстрации. Европейский союз, который созидался в умах европейцев очень долго. Со времен Третьего религия. Да, буквально, буквально, так сказать, еще XIX век, там можно встретить. Ну, что я говорю о Горехе, говорят в народе, да. Но он таки, так сказать, возник в конце XX века как экономическое, политическое и культурное пространство. Была создана Конституция и были идеологические статьи. То есть, опять-таки под определенными знаменами идеологии, да? Да, но статьи очень интересные. То есть, Европа отказалась от христианства как от собственного фундамента, но взамен она продуцировала идею мультикультурности и идею толерантности к разным этническим, социальным и так далее группам, в том числе обществам, находящихся на разном уровне социально-экономического, технологического развития. И что мы получили? Мы знаем, что есть ядро Европейского Союза, это Германия и Франция, и есть аутсайдеры, в том числе из стран бывшего соцлагеря. Так вот, я хочу о чем сказать. По замыслу отцов-основателей, Европа должна быть Европой народов. Это демократический проект. А получили? А получили экономический проект с преференциями, с перераспределением этого прибавочного продукта, который без сомнения есть. Ну и, вы знаете, с жестким администрированием непокорных. Не важно, Греция это или кто-либо еще, кто начинает зарываться, грубо говоря. Так вот, если сравнивать, опять же, СССР и Европейский Союз, сейчас такие сравнения встречаются, что Евросоюз, ничего подобного. Тотальность там есть, но это экономическое принуждение, не идеологическое. В СССР все-таки идеологическое принуждение. Да, скрепляющие, скрепы были. Вот моя мысль, да. Спасибо. Пожалуйста, Вы, Павел Юрьевич. В общем, как мы определяем, идеология имеет какую-то силу, играет она какую-то роль. Продуктивно. Да, насколько она продуктивна. Или она пробуксовывает вместе с обществом. Да, или контроль в этом плане. Ну, с точки зрения позиций, с точки зрения деятельности движения, политического движения, политической партии и так далее. Ну, в этом ракурсе, тем более с учетом нашей реальности. Реальности, неопределенности, безопасности. Единственным критерием эффективности идеологии является жизнеспособность субъекта. Субъекта. То есть, не только субъекта, но и объекта. Общества. 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 Жизнеспособность общества. И его членов. Насколько идеологи, как правило, заказчиком идеологии является так или иначе власть, имеющая ресурс для внедрения, распространения этой идеологии и вбивания в голову этой идеологии своим подвластным, то, конечно, первым и единственным, пожалуй, критерием – это жизнеспособность этого общества. То есть, насколько оно способно себя защитить, насколько оно способно поддерживать внутренний порядок, насколько оно способно самовоспроизводиться. Ну, а если на, скажем, на языке политэкономии, то есть, насколько оно политически влиятельно и насколько оно экономически жизнеспособно. Спасибо. Я так хотел бы добавить к этому решению. Я полагаю, что и телезрители на этот момент обратили внимание, что все зависит от того, как ведут себя люди, как ведет себя социальный организм, в целом общество в решении тех или иных вопросов, тех проблем, которые стоят перед обществом. Я хотел бы только один момент, так сказать, как бы подчеркнуть. То, что, прежде всего, почему получается или не получается, как понимают идеологию властители, как понимают идеологию подвластные, принимают они ее или не принимают. Соответствует эта идеология человеческому материалу или не соответствует. Соответствует она той реальности, в которых она существует, действует и так далее, или не соответствует. Здесь это очень важный момент. Почему? Потому что любая идеология, чтобы быть эффективной, должна соответствовать тому человеческому материалу, той социальной среде, в которой она внедряется. Вот этот момент очень, так сказать, важный. И я хотел бы еще обратить внимание, подчеркнуть, что сами собой, а то вот вы сказали, что привели цитату Маркса, идеи становятся материальными силами, если они надевают массами. А каков механизм? Могут ли идеи сами войти в сознание людей? Или их необходим какой-то механизм, чтобы, ну извините, вталкивать, как вот мама там. Вбивать в голову. Да, как вот, обратите внимание, вот скажем, родители, они каждый день, круглые сутки своим детям внушают какую-то мысль. Так или нет? Правила поведения. Да, правила поведения, если хотите. Пожалуйста. А в точке зрения вот социума, как мы должны поступать? Ну вот здесь очень интересная мысль, хочу тоже с вами ею поделиться. У Александра Александровича разбивка этой структуры очень интересная. Есть элитарный уровень идеологии, есть просветительско-пропагандистский. Правильно. И есть третье, это обывательство. Но, давайте вспомним советские анекдоты. О Леониде Ильичее. Ну аккуратно, аккуратно с анекдотами. Нет, но я не буду это сейчас воспроизводить. Я просто о том, что они как раз связывали все три аспекта. То есть на бытовом уровне, на самом деле, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета. Я все-таки один анекдот себе позволю. Ну немного. Да, Леонид Ильич Брежнев сегодня в Кремле принял иорданского посла за мексиканского. Ну это я могу тогда добавить сюда, значит у нас все для человека, все во имя человека. И вы знаете этого человека. Вот это из той же оперы. По сути дела да. Ну а сам механизм очень сложный, разветвленный. Он предполагает массу институтов, массу, так сказать, переходных звеньев для того, чтобы можно... Ну школа, естественно, в широком смысле слова. Но это как одно из средств школа, а кроме того... Культура, язык, тексты. То есть определенные технологии и люди. Вот и когда мы объединяем, и тогда мы получаем, как этот механизм работает в вашей деятельности, деятельности Новороссии. То есть вот люди и технологии, работы с идеологией. У нас традиционные средства распространения идеологии. Это газета, телевидение, ну и живое общение непосредственно. У меня в руках книга Зиновьева «Диалогия партии будущего», которую мне подарила его супруга. Я был у него в гостях. И среди всего прочего, меня очень сильно интересует последняя, завершающая часть этой книги. И я, наверное, процитирую, что завершает эту книгу Зиновьев таким образом, что он размышляет, что, допустим, разработана новая идеология. Допустим, появилась группа, которая объединена этим идеологическим учением. Допустим, этот инструментарий идеологический достаточен для того, чтобы объяснять существующую действительность и даже смотреть в будущее с помощью этого аппарата, скажем так, идеологического. Допустим, они создали партию. Допустим, они... Ну и все вот эти допущения говорят о том, что это нельзя сделать быстро. И теперь я процитирую, чем завершает работу эту Зиновьев. Я не совсем согласен, сразу скажу с этим. Цитирую. Партия будущего не должна участвовать в мелочной общественно-политической суете в рамках существующей социальной организации. Не дело оппозиции такого уровня действовать на благо этой организации. У нее более значительная цель эпохального масштаба. А именно, положить начало борьбе человечества за социальный идеал, альтернативный западнизм. Вот эту эпохальную цель, конечно, мы разделяем. Но считаю, что уходить от практики, конечно, нельзя. Нужно практику политическую вести, ибо это опыт, ибо это доступ к ресурсам. И все остальные вытекающие, то есть непосредственно базис партии он формируется. Ну а со всем остальным я, конечно, соглашусь. То есть не терять цели, высокой цели не терять. Высокой цели не терять, но при этом, конечно, нужно в рамках существующей социальной организации все равно нужно копошиться, все равно нужно набивать опыт, все равно нужно получать какие-то навыки тактической борьбы политической, дискуссии политической, интриги политической, не побоюсь этого слова. Поэтому, конечно, от практики нельзя уходить. При том, при всем, что сегодня политические силы, они в большей своей степени, они такие больше симулякры, чем реальная власть. То есть больше имитируют. Да, это еще Элвин Тофлер объяснил в своей работе «Третья волна», что в силу недостатка времени, в силу развития информационного общества, в силу его большой атомизации, вовлечь человека в политическую деятельность, загрузить себя полностью на деятельность партии каким-то смыслом и полностью в русле. Это очень сложная задача. Это очень сложная задача. Эта задача еще становится более сложной. Я хочу еще, чтобы мы как снулись хотя бы одним крылом этой проблемы коварства идеологии. Ее, так называемая, мягкая сила. Она может как созидающей и организующей силой выступать, так и силой, разрушающей социум. Как мы здесь часто говорили, атомизирующего на отдельные социальные индивиды, ничем не связанных. Я имею в виду вот что, Дмитрий Евгеньевич и Павел Юрьевич, вопрос истинности и ложности идеологии. В чем здесь интрига? Пожалуйста. Ну вот, вчитываясь в текст Зиновьева, я лично нашел такой ответ, что идеология со времен Наполеона и Маркса, естественно, следующего за Наполеоном в этом вопросе, является средством искажения реальности, деформации. И, следовательно, как и Наполеон отправил идеологов куда подальше, их нужно гнать. Да, очень я любил. Наоборот, противоположная точка зрения предполагает, что идеологи это самый креативный класс, есть понятие, да? Креативный, творческий. Да, те, кто создают смысл и генерируют, и без них, ну вот эта социальная телега, она не сдвинуться с места никогда. Сам Зиновьев занимает третью позицию, идет по третьему пути. Он говорит, идеология не ложна и не истина, она сродни художественному произведению. И приводит такой пример. Посмотрите на Павла Тнакандинского, Пабло Пикассо. Разве мы говорим, что они истинны или ложны? Герника. Нет, ну можно трактовать в ценностном. То есть речь идет о том, что идеология это факт. И суждение факта, суждение факта, наука имеет дело с суждениями факта. И он, как ученый, интерпретирует ее через фактичность. Хорошо, это вот одна позиция. А в чем заковыка? А суждение ценностей предполагает, что идеология, наша цель коммунизма, да? Давайте вспомним. Идеология обладает абсолютным знанием в условиях относительного знания. Всегда относительного знания. Вот этот парадокс. И эти мега цели, наша цель коммунизм, или как сейчас говорят западные интеллектуалы, сингулярность. То есть постчеловеческое существование, бессмертие, искусственный интеллект и прочее, прочее, прочее. Кстати, Зиновьев это отмечал в глобальном человейнике. Так вот, речь идет о том, что эти суператтракторы, эти мега цели, а они вообще достижимы? И можно ли рай на земле построить? Ну, идеология отвечает, что можно. Конечно. И люди, некоторые люди верят. Многие ведутся на этот момент. Собственно, я хочу подвести итог. Идеология может быть утопией. Но она может быть чем угодно. Нет, она может быть рисовать утопию. Она может быть чем угодно. А может быть очень жесткой, реалистичной и так далее, как в Третьем Рейхе, извините. Хотя там где-то, может быть, у Розенберга в текстах это было, или в Майнкаппе. Не будем их прах трогать. Хорошо. Значит, она дает заданность, да? Конечно. Вы так считаете, Павел Юрьевич? Ваш ответ. Я, опять же, сошлюсь на Зиновьева. Он говорил, что цель науки – это истина. Так. А цель идеологии – это приведение сознания людей к единому знаменателю. Единому знаменателю. Неважно от того. Вне зависимости от тыстия. Он говорил, что моя миссия – это поднять идеологию до приблизить ее к науке, приблизить ее к истине. Но, тем не менее, наука от этого не становится. Она продукт, скажем так, творчества, больше похожая на произведение искусства. Но в своей выразительности, да. В чем я с Георгиевичем солидарен. Я хотел бы добавить к вашему выступлению социальную сущность идеологии. Вот как раз в том закавыка, в чем, что сама по себе идеология, да, она не ложна, не истина, как вы отмечали. А в том, что и как она это делает. Скажем, вот есть какой-то факт. Одна идеология истолковывает его по одним ценностным ценностным ориентациям, а другая идеология истолковывает его, что? Сходя из других. Вот пример, общеизвестный. Наша война. Наша война в Анбасе. Да, да, совершенно верно. АТО. Совершенно верно. Можно представлять это как влага, как воссоздание. А кто-то? А мы представляем, что это борьба за нашу свободу. Они, конечно, активы. Совершенно верно. А они говорят, что это антитеррористическая операция. Вот совершенно две идеологические. Совершенно верно. И связывая все воедино, я хотел бы, завершая нашу передачу, подчеркнуть следующий момент. Что социальная сущность идеологии заключается в том, как она интерпретирует существующую реальность истолковывает заранее, дает определенную заданность для каждого члена общества. Это один момент. И второй момент. Что идеология это особый компонент социальной организации общества, от которого зависит не только сама идеология, но и вся организация общества в целом. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok